Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Большая перемена». В прошлый раз мы не успели обсудить все аспекты нашей многогранной темы «авторское право». Сегодня мы бы хотели поставить все точки над «и». К нам пришел в гости уважаемый человек Владимир Белоусов, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса, заместитель директора Института юстиции по воспитательной работе Байкальского госуниверситета. Ну а ведем программу сегодня для вас мы. Снова мы рады представить свою уважаемую сведущую Марию Фогель. И Владимира Изместева. Здравствуйте, уважаемый Владимир Николаевич. Добрый день. Рады вас сегодня видеть. Очень рады. Взаимно. Ну и так, как мы обозначили продолжение нашей темы, с места в карьер прямо. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, есть ли срок охраны авторских прав? И если да, то чем он регламентируется? Данный вопрос четко определен нашим гражданским законодательством. И в 1281 статье указывается, что исключительные права на произведение действуют в течение всей жизни автора. И плюс 70 лет, следующий за годом смерти автора. Что это значит? То есть, допустим, автор умер 1 августа 2023 года, то 70-летний срок начнет действовать с 1 января 2024 года. Вот такой позитив. Ну, всем дай бог здоровья, но это уже вопросы, скажем так, перехода исключительных прав и действия исключительных прав у наследников. В принципе, достаточно продолжительный, я считаю, срок. Надо сказать, что в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 года, представляете, конвенция 19 века, она действует. И более того, наша страна является участницей этой конвенции. Так вот, в конвенции об охране литературных и художественных произведений закреплен 50-летний срок охраны. То есть, наше с вами законодательство улучшило, скажем так, условия этой конвенции и увеличило срок действия исключительных прав. В ранее действующем законодательстве, в законе об авторском праве, существовал тоже 70-летний срок. Но там было сказано, авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Не совсем точная формулировка. Почему? Потому что они сказали авторское право. Но мы с вами на прошлом эфире говорили, авторские права, интеллектуальные права состоят из трех категорий. Есть личные и неимущественные права, исключительно имущественные и иные права. Поэтому наиболее точно сказал сейчас законодатель, что срок действия именно исключительных прав. Потому что, если мы ведем речь о личных неимущественных правах, таких как право на имя, право авторства, то здесь срок никакой не установлен. Александр Сергеевич Пушкин написал массу прекрасных произведений. Срок действия исключительных прав уже истек. Он умер в 1837 году. Уже 70 лет давно истекли. Но вместе с тем он остался автором. Никто же не может сказать, что это не Пушкин, а я теперь написал. Это исключено по той простой причине, что личные и неимущественные права, они бессрочны. В то же время обнародовать путем сообщения в эфир, по кабелю, тиражирование и так далее его произведений. То есть реализация исключительного права, она возможна теперь всеми. То есть по истечении 70-летнего срока у нас что происходит? Произведение поступает в общенародное достояние. И, соответственно, каждый может его использовать без выплаты вознаграждения правообладателю. Поэтому вот такой срок. 70 лет после смерти и, конечно же, дай бог здоровья всем авторам в течение всей его жизни. И надо сказать, что это самый, наверное, продолжительный срок, в отличие от иных объектов интеллектуальной собственности. Если там, ну, буквально, да, для примера, изобретение всего 20 лет охраняется, товарные знаки еще меньше, средства такой индивидуализации и так далее. Поэтому наиболее продолжительный срок действия исключительных прав, он предусмотрен именно для объектов авторского права, то есть для произведений науки, литературы, искусства. Вообще, не отходя от темы, очень хотелось бы спросить, вот, если человек ведет свой блог в соцсетях, он, условно говоря, ведет какую-то очень красивую фотографию, какую-то необычную, какую-то очень красивую. И вот какая-то компания или, может быть, ну, какой-то другой интернет-блог берет и как-то вот без спроса вот этого самого автора берет и использует эту фотографию в своих каких-то интересах, в своих материалах. Может ли автор этой фотографии, этого материала привлечь того человека или ту компанию, которая, собственно, и позаимствовала, условно говоря, его материал в своих целях? Угу. Безусловно, фотографические объекты, отвечающие признаком произведения, могут быть отнесены к объектам авторского права. И вот это недобросовестное заимствование, да, у нас будет доказываться, скажем так, мерами грамотно-правовой ответственности. То есть лицо будет привлекаться к этой ответственности. Но, в частности, есть случаи свободного использования. Свободное использование возможно у нас в учебных, научных, информационных, культурных целях. То есть, когда не ведется речь о коммерческом использовании. Не так давно у одного блогера, честно говоря, я их не запоминаю, как зовут, но, в общем, один какой-то очевидно известный блогер обратился в суд, поскольку 20 его фотографий были размещены на сайте одного государственного учреждения. И вот он за каждую фотографию попросил привлечь к ответственности, там, по-моему, 40 тысяч за каждую фотографию, 20, вот умножаете, получаете весьма немаленькую сумму. Что решил суд? Суд отказал ему удовлетворение требований, потому что здесь коммерческого использования не было, а как раз-таки был случай свободного использования. Но надо сказать, что свободное использование, оно возможно вот в этих целях при указании автора и источника опубликования. А они, как раз, на своем сайте указали автора этой фотографии и, соответственно, указали, где они позаимствовали эти фотографические изображения. Поэтому в определенных случаях, культурных, научных, образовательных, учебных целях свободное использование допускается. Во всех остальных случаях, если, допустим, я веду свой YouTube-канал и что-то размещаю, скажем так, в коммерческих целях, у меня там монетизация этого канала имеется, тогда, безусловно, правообладатель того контента, который я позаимствовал, может обратиться в суд с требованием о возмещении убытков. И, кстати, знаете, не так давно ко мне обращались представители туристической компании, когда они в свободном доступе где-то в Яндексе или в Гугле, я не знаю, в общем, в каком-то поисковике, нашли фотографии с изображением озера Байкал. А они, значит, на этой страничке своей турфирмы показывают, что они возят там на Альхон, на Малое море, еще куда-то. И фотографии вот этих вот местностей изобразили, благодаря тому, что они взяли их из открытых источников. И самое интересное, что правообладатель нашелся и обратился в суд с требованием о привлечении к ответственности за нарушение его интеллектуальных прав, прежде всего исключительных прав. И вот в данной ситуации, даже если мы сделаем ссылку на то, что это фотографии этого автора, мы взяли их там-то, мы ничего поделать не можем, лицо будет привлечено к ответственности, поскольку в данном случае уже речь идет о коммерческом использовании этих фотографий. Логично, чтобы они заключили мировое соглашение. Даже, кстати, как раз в тех случаях, когда в открытых источниках не указан автор. У нас предполагается, что у каждого объекта есть свой автор. Поэтому, если вы хотите размещать такие фотографии в коммерческих целях, настоятельно рекомендую все-таки это сделать легальным способом, заключить соответствующие договоры и спать спокойно. Владимир Николаевич подталкивает нас прямо к какому-то преступлению. Нет, я как раз предупредил. Отталкивает. Предупредить совершение правонарушения. Владимир Николаевич, я думаю, что все наши уважаемые радиослушатели и мы иногда находимся в местах общественного питания и общественного пребывания. И все мы там наблюдаем такую картину, когда там играет какая-то музыка. И оказывается, многие задумываются, а законно ли вообще это? Или нет? Вот как раз таки многие, по-моему, не задумываются и включают. Но вся, опять же, ситуация в том, что есть случаи свободного использования, а есть случаи, когда воспроизведение без согласия не допускается. Если, скажем, вы скачали какую-то музыку, песню на Яндекс.Музыке ВКонтакте, да, и слушаете дома, по дороге в университет, это, пожалуйста, не запрещено. Или у вас там юбилей, вы всех пригласили к себе домой или в кафе, есть обычный круг ваших людей, которые вы рады видеть, и включаете свои любимые музыкальные произведения. Здесь никакого запрета нет, тем более, что вы и так легально это музыкальное произведение взяли. Другое дело, когда речь идет о коммерческом использовании. Вот случаи коммерческого использования музыкального произведения, они тоже у нас регламентированы в Гражданском кодексе. Что это значит? Что если я в каком-то публичном месте, деятельность которого осуществляется на предпринимательских началах, в данной ситуации необходимо будет выплачивать вознаграждение правообладателей. Ну, допустим, у меня в плейлисте там будет 200 песен, я же не буду всех 200 правообладателей искать. Причем здесь правообладателей может быть несколько. Скажем, один написал музыку, другой написал слова, третий исполнил, а четвертый запись фонограммы. То есть, как минимум, у нас здесь 4 субъекта. Хотя, может быть, он настолько гениальный, что и сам музыку написал, и слова, и спел, и сам же изготовил эту фонограмму. Но такое встречается не так часто. Поэтому есть несколько вариантов, что делать вот этим вот субъектам предпринимательской деятельности, которые у нас желают воспроизводить какие-то музыкальные произведения. Без них, наверное, было бы скучно, да, придешь в кафе или в ресторан, там ничего не звучит. Ну, хотя некоторые и это ценят. Так вот, что можно сделать? Прежде всего, в Гражданском кодексе у нас закреплены нормы о коллективном управлении авторскими правами. То есть, есть некоммерческие организации, занимающиеся таким управлением. И предполагается, что все произведения, которые существуют на планете Земля, не только на территории Российской Федерации, все исключительные права могут управляться этими организациями. Их две. Это Российское авторское общество и Всемирная организация интеллектуальной собственности, ВОИС. Она не только в Москве находится, есть территориальные подразделения в городе Иркутске, вот на Ленина 6. Они, пожалуйста, также сидят и не просто сидят, а осуществляют плодотворно свою деятельность. Как они ее осуществляют? Под видом чаще всего тайных посетителей приходят, заказывают что-то там из меню, например, и записывают музыкальные произведения. Ну, сколько им хватит времени, да, посидеть. Они записывают и обычно также считают за каждое воспроизведенное музыкальное произведение без согласия. РАУ у нас занимается сбором и распределением средств от исключительных прав на объекты авторского права. А ВОИС – это что касается смежных прав, то есть это исполнители и изготовители фонограмм. Поэтому прежде чем в коммерческом заведении, скажем так, воспроизводить какую-то мелодию, нужно, во-первых, либо заключить договор с РАУ и ВОИС, но там нужно каждую месяц готовить отчет. Для чего он нужен? Чтобы они понимали, какие музыкальные произведения проигрывались и, соответственно, выплачивали вознаграждение авторам. Это первый вариант, причем они плейлист сами не формируют, но там есть некоторые затруднения. Вот в плане отчетности. Второй вариант. Можно договориться непосредственно с правообладателем. Может, у меня будет тематическое, скажем так, заведение, где я буду проигрывать музыку только определенных исполнителей. У каждого они свои, я свои пристрастия пока придержу при себе, но у каждого, я думаю, они имеются. И, может быть, найдутся там почитатели таланта того или иного исполнителя, и он будет включить только эти мелодии. Почему бы не договориться с определенной группой людей, да, то есть авторов слов, музыки и объектов смежных прав, исполнителей, изготовителей фонограмм. Я сейчас буквально заканчиваю. Второй вариант. Не-не-не, я вижу, что затянул с ответом, да. Второй вариант. Мы можем с вами заключить договор с посредниками. Есть различные музыкальные организации, там, Бубука, Мускафе и так далее. Они как раз-таки уже сами договариваются с правообладателями или с РАО, и, соответственно, могут потом по лицензионным договорам передавать мне возможность воспроизведения этой музыки. Чаще это даже дешевле, чем РАО и Ваис, причем они подбирают плейлист. Правда, перечень музыкальных произведений гораздо меньше, чем у РАО, потому что у РАО предполагается все, пока правообладатель сам не изъявил желание и не изъял. Я слышал интервью Ильи Резника, поэта нашего, да, вот он изъял свое время, потому что считает, что больше он получает прибыли, как раз-таки, когда управляет сам, ну, посредством своих помощников, нежели чем получает отчислений. Но здесь как бы на любителя, скажем так. Поэтому это вот второй вариант такой, заключить с посредниками. Ну, или третий вариант, мы сегодня с вами сказали в первом вопросе, сколько действуют исключительные права. Может, вы будете воспроизводить те мелодии, срок охраны, срок действия, вернее, исключительных прав, которых уже истек. У нас же есть там музыка и слова народные, когда автор неизвестен. Такие проездения вообще не охраняются, ну, если подпадают под охрану, и может использовать каждый. Поэтому вариантов несколько, но платить надо. Причем это не только мы говорим про кафе, рестораны, бары. Допустим, театр ставит постановки. Также они выплачивают авторские вознаграждения, заключают договоры с РАО и ВОИС. Поэтому любое исполнение, причем сумма зависит, допустим, если мы говорим про кафе или рестораны, опять же, зависит от ресторан или кафе, бар, от площади, от посадочных мест. Поэтому цена, она вот варьируется, скажем так. Вот поэтому, опять же, совет, да, если у вас есть какое-то такое заведение, где вы зарабатываете деньги, произвольно музыку не включайте, потому что размер штрафа за вот такое несанкционированное использование гораздо больше, чем размер ежемесячной платы за легальное использование того или иного музыкального произведения. Оставаясь в этой же сфере, конечно, хочется еще спросить, а почему, допустим, очень часто на Ютубе выставляют в своих видеороликах отрывки из чужих видеороликов? Почему не всегда это считается правонарушением? Почему как бы иногда это считается вполне законом? Ну, типа говорят, да, окей, так можно делать, то есть, может быть, есть какой-то определенный объем цитирования видеоматериала? Отчасти мы с вами сегодня уже говорили о свободном использовании произведений в научных, учебных, информационных целях, то есть некоммерческих целях. Вот, допустим, в западных странах у них есть такое понятие, как добросовестное использование, то есть то использование, которое возможно использование чужого произведения в оправданном объеме. Там кто-то говорит, это не более 10 секунд ролика или 10% от общего материала и так далее. Но это в странах Запада. В России термина добросовестное использование не существует. Есть, опять же, случай свободного использования. И я уже сегодня неоднократно, да, упомянул, как раз-таки со ссылкой на автора и источника опубликования, только не в коммерческих целях. Во всех остальных случаях нужно договариваться с автором-правообладателем того материала, который вы хотите использовать в своем видеоролике. Потому что в противном случае, если есть коммерческая цель, правообладатель может привлечь к ответственности. Я сам не блогер, но встречал комментарии тех, кто ставит на поток, скажем так, распространение этих роликов своих. Они тоже что-то говорят о добросовестном цитировании, но они как раз-таки используют зарубежное законодательство, которое не совсем применимо здесь и сейчас. А во-вторых, знаю, что YouTube часто блокирует такие ролики, потому что идет нарушение авторских прав других обладателей. Поэтому, еще раз говорю, если у вас коммерческая цель, то лучше заручиться согласием правообладателя. То есть заключить с ним лицензионный, допустим, договор или договор об отчуждении. Причем, что лицензионный договор и договор об отчуждении, он может быть на безвозмездных началах. Может быть, сам автор будет только рад, что его произведение будет доведено еще до большего круга людей. Поэтому здесь такой совет, опять же, да, у нас в конце будет совет, совет, спрашивайте согласие правообладателя. Ну и такой коротенький совсем вопрос. Про нейросеть. Допускается ли вообще редактирование произведений, которые создала нейросеть? Возможно, обработка фотографий? Этот вопрос наших слушателей интересовал. Вы знаете, он не коротенький. Ну вы коротенько. Я постараюсь. Вообще, да, у нас есть технологии вот этих вот искусственного интеллекта, да, когда создаются новые объекты авторских прав. И, надо сказать, не только в России, но и вообще в других государствах в настоящее время четкой регламентации, правовой регламентации, что же такое искусственный интеллект нет. И действительно, здесь можно с вами рассуждать как раз-таки не один час, потому что достаточно большое количество научных работ уже подготовлено. В 2018 году была даже зашищена докторская диссертация одним товарищем, которая называется «Право субъектность искусственного интеллекта». То есть, с таким он весьма необычным названием выступил, да, заявил такую тему. Она провокационная тема, потому что, на самом деле, учение о право субъектности у нас хорошо развито в науке гражданского права. И сторонники классического подхода право субъектности отрицают возможность наличия этой самой право субъектности у технологии искусственного интеллекта. Да, я просто пододвигаюсь к вашим фотографиям, да. И вот буквально тезисно скажу, что в настоящее время, какой подход доминирует в свое время, был в 2018-м, пять же году, Первский конгресс ученых-юристов, и они заключили, что личных неимущественных прав у произведений, которые созданы технологиями искусственного интеллекта, не возникает, потому что это противоречит учению о право субъектности. А исключительные права на созданные объекты нужно предоставить разработчикам этой технологии. Сама технология, я бы саму технологию отнес к объектам интеллектуальных прав. А то, что оно производит, вот допустим, как раз-таки докторант, он-то предлагал по аналогии с юрлицами, то есть юрлиц, и что такое юрлицо, социальная реальность или фикция, да, ну здесь мы сейчас в теории не будем входить, но тем не менее, в таком, скажем так, обеществленном результате мы юридическое лицо потрогать не можем, осязать. Да, это стены, но это офис, который в аренде, и не более того. Но у него же есть права, и вот нечто подобное он предлагал сделать для искусственного интеллекта. Поэтому вопрос-то, видите, у вас загвоздка в том плане, а что же сам по себе такой искусственный интеллект, и что он продуцирует, является ли это объектом интеллектуальных прав. Поэтому я в настоящее время предлагаю закрепить в кодексе, что этого нет, что будет у нас с вами отсутствовать личные неимущественные права, права авторства, права на им, потому что нет творческого характера, хотя такие произведения бывают, что человек не может создать, я это все понимаю. Будем обсуждать, размышлять об этом в перспективе, потому что будут появляться новые технологии, но исключительные права я предлагаю закрепить за разработчиками этой программы. Так вот, что касается фотографий, вообще любая переработка любого произведения, она допустима, это называется производное произведение. И производное произведение, оно допустимо с согласия автора первоначального произведения, с заимствованием каких-то элементов, сюжета, персонажей и так далее. Но оно должно быть добросовестным, в определенном размере, скажем так, и еще раз подчеркну, именно с согласия. Поэтому, ну в данном случае я бы сказал, что, наверное, она возможна, эта переработка и права возникнут исключительно у разработчика, хотя это под вопросом, это моя авторская позиция. Ну а на этом, уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу программу. Мы благодарим вас, Владимир Николаевич, за то, что вы сегодня к нам пришли, нашли время и ждем вас, безусловно, еще раз у нас в студии. Покажем с вами еще какой-нибудь диверсисмент. Конечно, конечно. Ну я хочу напомнить и кратко представить гостя, что сегодня с нами был Владимир Белоусов, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и заместитель директора Института юстиции по воспитательной работе Байкальского госуниверситета. Ну а также моей соведущей сегодня была Мария Фогель. А моим соведущим был Владимир Изместев. До скорых встреч. До скорых встреч. До новых волнующих встреч. Всего доброго. Именно волнующих. Субтитры подогнал «Симон»